Продолжение следует... Пару слов, наверное, нам нужно сказать об иллюстрациях. Ну, пару слов это прямо-таки образно. Мы об этом поговорим довольно обстоятельно. Итак, примеры или иллюстрации в проповеди. Часы пробили полночь, двое изрядно подвыпивших мужчин собрались домой. Предстояло переправиться на другую сторону реки, и, разыскав привязанную к дереву лодку, они плюхнулись в нее, взяли в руки весла, гребли долго, но берег реки никак не приближался. От ночной прохлады гребцы немного протрезвели, и к утру сообразили, что лодку забыли отвязать. Дорога к Богу нелегка для любого человека, чей разум омрачен грехом. Очень многие люди в своем стремлении к Богу забывают отвязать лодку своей жизни от берега греха. Нам нужно порвать с прошлым. Библия называет это покаянием. Такой пример Виктора Гамма показывает нам необходимость иллюстраций в проповеди. Без них не обойтись. Давайте попытаемся дать определение примера и поговорим о его назначении. Что же такое пример? Словарное определение этого слова таково. Это частный случай, приводимый в пояснение, в доказательство чего-либо. Частный случай, который помогает увидеть истину визуально. Понятие пример родственна понятию иллюстрация. Обычно под словом иллюстрация подразумевается картина, гравюра, фотография, зарисовка. Вы знаете, что дети, например, не могут воспринимать большие фрагменты текста. Им обязательно нужны иллюстрации. И существует даже специальное указание на сколько строк нужна одна иллюстрация для ребенка. Ребенок должен попытаться увидеть то, о чем говорит текст. Поэтому примеры выступают в роли таких текстовых иллюстраций. Они помогают слушателю немножечко расслабиться и помогают увидеть абстрактную истину наглядно. Слово иллюстрация происходит от латинского иллюстрацию, прояснять. Иллюстрация также по смыслу близка с понятием иллюминация. Иногда в древних трактатах по риторике примеры назывались также еще и иллюминациями. А от латинского иллюминацию, освещение. Пример таким образом освещает темный угол, который плохо виден. Недаром Сперджин называл примеры окнами в проповеди. Через окна примеров в проповедь входит свет, который освещает затемненные богословские истины. Пример доказывает или подтверждает определенный факт. Таким образом, пример может носить и апологетическую нагрузку. Он может иметь апологетическую функцию. Он может быть и доказательством. Он может быть и объяснением. И он даже может использоваться в применении. Пример, кроме того, конечно же, украшает проповедь. Как подсветка или иллюминация украшают здания. Как фрески, лепнина, картины украшают голые стены. Ну и, конечно же, пример способствует эффективному применению истины к жизни. Человек послушает пример, скажет, О, вот оно, как нужно это дело исполнять. Почему важно использовать примеры в проповеди? Пример помогает создать мысленный образ. Помогает нарисовать картину в мыслях человека, в сознании человека. Современный человек, как вы знаете, мыслит образно, визуально. Нелинейно. Человек не может долго на слух воспринимать тексты. Это очень интересно. Мы можем ругаться по этому поводу. Можем сетовать на современное поколение, которое разучилось читать книги и разучилось слушать речи. Тем не менее, это то, с чем мы имеем дело. Мы не сможем все общество мгновенно преобразовать. И даже церковь мгновенно переучить мы не сможем. Да, первые пуританские проповедники говорили по три часа, и слушатели их слушали. Но сегодня, если вы говорите вяло, скучно и неинтересно, необразно, слушать вас будут не более пяти минут, а то и того меньше. Задача проповедника — помочь слушателю увидеть истину визуально, прочувствовать ее, пережить ее заново, принять волевое решение, притворить истину в жизнь. Если проповедь только лишь информативна, если она совершенно не затрагивает чувства слушателя, тогда эта проповедь малоэффективна. А почувствовать истину как раз помогают примеры. Представить себе истину наглядно помогают примеры. Например, можно просто сказать такую фразу. На браке в Кане Галилейской Христос превратил воду в вино. Выражение будет понятным, информативным, но совершенно необразным, совершенно не запоминающимся. Я слышал чудесную проповедь, в которой проповедник вот этот же факт превращения воды в вино рассказал при помощи эдакой метафоры, такого образного сравнения. Он сказал буквально следующее. «Вода, будто живая, увидела своего Господа, и словно бы смущенная девушка покраснела». То же самое, сказанное другими словами, но образ очень красивый, очень запоминающийся. Задача проповедника – сдвинуть слушателя с мертвой точки. Не просто говорить что-то к его уму, но попытаться подвинуть его, чтобы что-то сдвинулось в его сердце. Для этого нужны примеры. Ну и, конечно, примеры запоминаются лучше, чем любая абстрактная истина. Конечно, есть здесь и опасность, когда примеры запоминают, а проповедь нет. И бывает так, это со всеми проповедниками бывает, человек один и тот же пример поместил в две разные проповеди, и вот слушатели потом сказали, а ты уже эту проповедь говорил, потому что запоминается пример. Но это, конечно, очень плохая ситуация, когда пример тянет одеяло на себя, когда слушатели совершенно не запоминают проповедь, но запоминают какие-то яркие примеры. Нужно примеры подбирать таким образом, чтобы, запомнив их, слушатели могли восстановить и саму проповедь, воссоздать ее в своей памяти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok